Великой Отечественной Великой Отечественной Великой Отечественной Войны и челлендж песен Великой Отечественной Войны, то есть стараемся участвовать везде. Почему это важно, вот такие мероприятия, такие акции в преддверии праздника? Этот год ознаменован 75-летие победы Великой Отечественной Войны и данное мероприятие, как и целый ряд других, связанных с этой датой, у нас был запланирован еще в начале сентября 2019 года. Прошло тематическое заседание администрации нашего района, где были разработаны ряд мероприятий и принято решение о проведении, в том числе и сегодняшней акции «Диктант Победы», равно как и других. Например, завтра мы будем открывать «Аллею Победы» в 38-й школе, 8-го числа мы будем открывать «Музей под открытым небом» на базе гимназии 7. Это тема памяти. В каждой семье белорусской, в каждой семье нашего гражданина есть отцы, матери, дедушки, бабушки, кто принесли эту победу для того, чтобы был мир, покой и благополучие. Поэтому эта тема, вот уже 75 лет, она самая актуальная, самое важная в воспитании не только молодежи, подрастающего поколения, но и нам, взрослым, чтобы мы помнили, не забывали о той трагедии и о том героизме, который был во имя нас, во имя будущих поколений для мира на земле. Поэтому иначе нельзя. И нам, те, кто приняли трудный бой, стали просто землей, травой. И хатынь. Хатынь от слова «хата». Весочка. У лесным края усягона 26 хат. У самой назви – поэзия. Про ее можно было писать и надто счастливые лиричные верши, и навод веселые родки, бо веска до трагедии жила своим спрадвечным, звыклым салянским жильтем. Однако пишется про ее только самотная, только жудосная. Боль. Тяжки, невыносны, каменны, дывогненны, просто не дозволяя писать иншая. Гэта правда нашей памяти. А правда не прохорошыш.